У каждого из нас родные есть места. Мира между Арменией и Азербайджаном, созданная в Баку. И тогда, и во все другие свои приезды в столицу, Хачатуров твёрдо стоял на единственной позиции. Два народа должны примириться. Виной событием конца 80-х, по его мнению, стало зомбирование армянского народа. Конфликт между Арменией и Азербайджаном – дело рук третьих стран, говорит Эрик Хачатуров. У азербайджанцев нет никакой ненависти к простому армянскому народу, подчёркивает он, убедившись в этом в очередной раз, спокойно прогуливаясь по Баку и общаясь с его жителями. Отвечая на вопрос об отношении к нему азербайджанцев, Хачатуров, смеясь, отмечает. Местные жители называли его бакинцем. Большую роль в этом сыграло и то, что армянин до сих пор говорит на азербайджанском языке. В доброжелательности азербайджанцев убедился и сын бакинского армянина – Вартан. Он сам сейчас убедился, что так. А у него было чувство страха перед поездкой? Не было вообще, не было. И получилось так, что он полетел, следующим рейсом я, билетов не было. Во время пребывания в столице Эрик Хачатуров посетил аллею павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, Девичью башню, Бакинский бульвар и другие места, где прошли его детство и юность. Он сожалеет о том, что когда-то покинул город, который дал ему практически всё. Причиной тогдашнему решению стала его молодость и неразборчивость. Теперь же, будучи взрослым человеком, Хачатуров понимает – был неправ. Я не хочу превращаться. Это тема, которая трогает меня. Михрибан Косумова, Сибиси.